здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня виду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты директор сайта дата 24 александр гальцикер здравствуйте и журналист газеты вести лазарь данович здравствуйте добрый вечер поговорим сегодня о журналистских делах точнее не только журналистских но еще и политических дело в том что публикация в газете артс журналиста йоси кляйна вызвала бурю эмоций в основном негативных практически все ведущие политики израиля высказались по этому поводу и высказались опять таки негативно вот почему такая реакция бурно мы попытаемся разобраться александр вы читали эту статью да конечно читали почему такая реакция нас выходит десятки статей и порой гораздо более таких серьезных я только напомню тем кто не знаком с этой статьей она была посвящена религиозным сионистам как их называют в израиле вязаным кипом и суть ее можно сформулировать следующим образом одной из цитат йоси кляйн пишет религиозные сионисты опасны они опаснее хизбалы вот эта фраза в основном собственно и вызвала такой шквал эмоций пожалуйста ну на самом деле действительно любой если позволите такое выражение наезд на религиозный сионизм израиля она вызывает определенную реакцию дело в том что религиозный сионизм это акく забагая вперед сильно скажу религиозным сионизмом представлены скажем так лучшие силы армии обороны израиль религиозные сионисты это солдаты которые ставят основу современной армии современной израильской так сказать боро Odאо сходности по ряду причин в в том числе и объективных. Но, откуда ноги растут, то понятно, на самом деле. Вечный спор. Израиль был основан как государство религиозное, еврейское и демократическое. Религиозный сионизм, он как-то мешает ходить по этому тонкому лезвию бритвы, выбирая между еврейством и демократичностью. Понятно, что звучит-то нелогично. Если мы еврейские, то как же мы можем быть демократичным государством? Но, как только перестанем быть еврейским, то, скорее всего, не будем и демократичным, потому что альтернатива в нашем регионе понятна. Так вот, религиозный сионизм – это некая штука, которая на первый взгляд, и именно об этом пишет Йосик Лейн, она мешает государству продвигаться как еврейскому и демократичному, потому что действительно они предъявляют, религиозные сионисты, предъявляют ряд претензий демократическому обществу Израиля. На каждом шагу мы с этим сталкиваемся. По поводу службы девушек в армии, по поводу разных мелочей, которые возникают в связи с кашрутом в армии и так далее. То есть масса проблем, которые есть. Но тут очень важно, демократия ведь не абсолютная, она лежит где-то на векторе между тоталитарным режимом и анархией. То есть у нас своя такая вот еврейская демократия, израильская, если хотите, она должна учитывать определенные взгляды, определенные позиции, в том числе и еврейского сионизма. Но она остается при этом демократией. Йосик Лейн ошибается в своем материале, на мой взгляд, потому что, когда он говорит, что это нам настолько мешает, насколько нам мешает, например, Хизбала для того, чтобы продолжать существование государства, конечно, он сильно перегибает палку, потому что достаточно приехать в то, что называется хедерам цеха, уголок памяти, в любую ешиву, у которой есть договоренность с армией обороны Израиля о том, что выпускники этой ешивы служат в армии, посмотреть на фотографии людей, которые погибли в тех или иных операциях цааля военных или во время войн Израиля, достаточно посмотреть на лица этих людей, на их количество, для того, чтобы понять, какую лепту в обороноспособность цааля вносят именно вот эта группа людей, которые называют себя еврейским сионизмом. Александр говорит, что Йосик Лейн ошибается в своем главном посыле. С этим можно спорить, можно соглашаться, не соглашаться. Вопрос тогда. Есть еще другая сторона этого вопроса. Ошибаются или правые политики, которые так возмутились, в общем-то, мнением журналиста? Ну, вот в своем вступительном слове ты сказал, что тут журналистика и не только. То есть тут творчество и не только, да? Как журналиста его понять можно, погоня за громкой метафорой, за иногда хлесткой и очень, так сказать, сильно бьющей. Как журналиста его понять можно. Если это погоня за рейтингом, то мы знаем, что наши, очень многие наши журналисты не стеснялись еще и более страшных сравнений. Правда? А я уж не говорю о тех, кто не живет в Израиле. Вот последний случай с пресс-секретарем Белого дома. Гитлер был лучше, чем... Ну, он потом дезавуировал, как бы, что вы рассказывали. Ну, хорошо. Мало читал человек, ладно. Не важно. Дело не в этом. Если как журналист, я не знаю, вопрос вкусно, но понятно, что тут дело не в журналистике, дело в политике. И, честно говоря, он не столько наезжал в своих выступлениях на самих религиозных сионистов, сколько на политику апартеида, проводниками которой являются поселенцы. А религиозные сионисты составляют, так сказать, ну, почти весь цвет поселенческого движения и так далее. И не только армии. Но именно это его. У него скорее обида за все-таки за арабов, чем за армию или за общество. Потому что пока мы не дадим гражданство, пока мы не разберемся с ними, пока мы не сможем определиться, где они, с кем и так далее, вот до тех пор мы будем хуже Хизбаллы, правильно? Вот. То есть мы враги сами себе, проводя поселенческую политику и гоняясь за каким-нибудь сарайчиком в ОМОНе. Вот. Вот это ведь его посыл. И потом, если бы это была только идеология, им руководила только идеологическая, так сказать, у него наезды на конкретных людей. Тех, с кем он находится даже в своей собственной редакции, находится с кем в контрах. Да. Вот. Поэтому, как журналиста, не буду ничего говорить, так сказать, он журналист опытный, не всегда удачливый, но опытный и известный. А вот политическая его подоплека, его выступления, она действительно вызывает серьезную, очень серьезную тревогу. Потому что, ну, я не буду говорить эти приевшиеся, так сказать, сравнения, что религиозно-сианисты соль земли Израиля, что без них не было бы и того Израиля, в котором мы сейчас живем. Не говоря уже, вот как Саша все правильно сказал об армейской, так сказать, их славе и доблести и памяти. Не в этом дело. Он не только против них, не только против конкретных людей. Конечно, за всем этим прячется нечитаемый, нечитаемый Нафтали Беннет. За этим всем прячется и наш министр юстиции и так далее. То есть, это политика. Ну, я хотел бы, если можно, в защиту журналистики, вряд ли какое-либо другое издание израильское, общеизвестное, согласилось бы опубликовать такой материал. Только газета «Арец» может себе позволить такую роскошь опубликовать материал, который просто, вот, извините, мордой в тарелку. Ну, вспомните, это же не первое такого рода, и, конечно, не последнее. Газета «Арец» себе такое позволяет. Нравится это нам, не нравится это нам. Тем не менее, у журналистов предусматривает. На ее ниша есть Маккор и Шон, который выражает, допустим, иную точку зрения. Именно об этом я и говорил. В этом прелесть нашей журналистики. Хорошо, что есть газета «Арец», которая публикует материалы Иосиф Кляйна. Они на взгляд нас, меня лично, по крайней мере, меня действительно выводит из себя, если хотите. Но это не значит, что это не имеет права на существование. Это имеет право на существование. Очень важно, что в Израиле, именно поэтому, я говорю, мы ходим по этой тонкой грани между еврейским и демократичным государством. Вот здесь мы приходим к вопросу, который, собственно говоря, я и хотел задать. Во многих странах, я имею в виду демократичных странах, а Израиль, я считаю, демократичной страной со своеобразием журналистики, пусть и скудным своеобразием, но все-таки своеобразием, такие статьи становятся поводом, площадкой для дискуссий. Новая площадка. Они раздражают общественное мнение, становятся площадкой для дискуссий. Я посмотрел высказывания политиков, отклики на эту статью. Почти единодушные. Почти единодушные, ладно. Вот, что я обратил внимание. Премьер-министр Бенемин Тинягу. В газете «Арец» полностью утратили стыд. Министр обороны Авикдор Либерман. Я призываю граждан Израиля немедленно прекратить покупать и читать газету «Арец». Нафтали Беннет. «Гаррец опустился так низко, что ниже невозможно. И так далее, и тому подобное». Заметьте, коллеги, эта статья была не редакционная. Это была статья мнения журналиста. Газеты, в которой есть тот же «Исраэль Арель», с которым он спорит, кстати. И который выражает геометрально противоположную точку зрения. Почему вдруг такие нападки на газету, на издание? Ну, это политическая конъюнктура. То есть, действительно, политики себе не могут позволить. Я, на самом деле, прочел сначала реакции всех политиков на эту статью, а уж потом пошел, купил газету. Потому что то количество сообщений в почте, сегодня, которые я получил, реакция. Реакция «Айр Лапида», реакция «Авикдора Либермана». Что за статья, на самом деле? Надо пойти прочесть. Я эту газету не покупаю уже много лет. Но вот пошел, купил и прочел. То есть, то количество реакций и та острота, с которой все это, газета «Арец» потеряла стыд. Да, я тоже не согласен с тем, что написал Йосик Кляйн. Но он это написал. Это журналист, который имеет право на эту публикацию. По-моему, в нашей политике они забыли главное. Что мы остаемся демократичным государством до тех пор, пока такие материалы могут появляться у нас в газетах. Если бы у нас газеты были все от имени правительства и от имени определенных партий, которые входят в коалицию, хотя реакции были из оппозиции тоже, наверное, ситуация была бы другой. У нас все-таки мы все можем позволить эту роскошь, называть себя демократичным государством. По крайней мере, вот в этом отношении уж точно. У нас есть достаточно возможностей для того, чтобы высказывать другую точку зрения, имеющую право на существование. Еще раз повторю, я не согласен с этой точкой зрения. Я считаю, что это ошибочно. Я считаю, что это тоже вредит нашей государственной политике. Я считаю, что это такое обобщение. Очень большая категория людей, очень большая группа людей задействована вот в этом, называя религиозных сионистов такой же опасностью, как Хизбалла, но уж очень много людей названы здесь врагами государства Израиль. Это совершенно неправильно. Но хорошо, что у нас есть возможность в нашей израильской газете публиковать такую точку зрения. А может быть правы все-таки те, кто говорит, что такие публикации действительно не должны появляться, что они оскорбляют такую большую категорию людей, которые изначально считаются, ну, как мы привыкли порой с усмешкой говорить, столь земли нашей, хотя я думаю, что здесь нет повода для иронии. Ну, мы иногда порой так говорим. Это просто затертый образ. Затертый образ, да. Может быть, действительно нет места подобным нападкам. Ну, я вынужден поддержать свое визави, тогда это не будет ни журналистка, ни демократия. Если не будет этой газеты. Она имеет на это право, тем более, что это далеко не первый. Амос Шокин, это издатель этой газеты, он писал подобные вещи. То есть, сам издатель писал подобные вещи. Я не помню, по-моему, чья статья была. Это «Худших влетчики». Это Гидон Леви, по-моему. Гидон Леви, да. «Худших влетчики», где вообще просто сразу же после операции, после этого, после «Нерушимой скалы», по сути дела, кидались экскременты в наших воинов и летчиков, в том числе, не накинешь платок на этот роток. Хотя газета убыточная, газета в тяжелом состоянии, у газеты очень большая проблема с читателем, с контентом и со всем прочим. Но закрой ее завтра, мир будет неполный. Этот здешний мир будет неполный. Не с кем будет, может быть, спорить. Хотя, я считаю, что такого рода, вот такого накала провокация не должна иметь места. Вот можно, кстати, тот же Шокин пишет о том же самом, писал, не уходя в такие вот кушеря. Понимаешь? Наверное, все-таки нужна какая-то дозировка. Гитлер, Хизбалла и, я не знаю, Хамас и муфти Иерусалима пусть спокойно все-таки вдалеке будут от наших сравнений. Я хочу еще одну вещь, если можно. Авторская точка зрения – это некое юридическое понятие, на самом деле. Просто мне сейчас вспомнилось, на самом деле, очень известный иск в Верховный суд против документального фильма, который был сделан в рамках государственного израильского телевидения. Против одной героини Второй мировой войны. Очень известный персонаж, на самом деле, израильская, еврейская парашютистка Хана Сенеш принимала участие в боевых действиях в рамках армии Великобритании. Был фильм, который ставил под сомнение ее геройство. Это была авторская точка зрения режиссера этого фильма. Семья Хана Сенеш дала иск в Верховный суд Израиля с требованием запретить трансляцию этого фильма по государственному телевидению израильскому. На что на тот момент представитель Верховного суда Аарон Барак, сказал, это авторская точка зрения, она документально подтверждена, вы можете сделать другой фильм. Вы можете сделать другой фильм. Вы, семья, вы, другие там. Это был коллективный иск, не только семьи, на самом деле, были еще и режиссеры, которые тоже присоединились к этому иску. Сделайте другое кино, 10 других фильмов. Но этот фильм, он абсолютно оправдан, его существование абсолютно оправдано. Точно так же этот материал, который меня, повторюсь, раздражает. Но он имеет право на существование, это авторская точка зрения, это юридически подтверждено. В Израиле такие вещи имеют право на существование. Да, наверное так. Хотя я рискну предположить, что если бы у нас в какой-нибудь газете появилась подобная публикация, где в обобщенном виде предъявлялись бы определенные упреки, ну, скажем так, нашей левой политической части общества, она бы не вызвала столь бурной реакции у политиков. Она бы вызвала бурную реакцию левой части. Ну, в сегодняшней политической ситуации, наверное, не вызвала бы. Ну, на самом деле, этот флажок положения вне игры подняли бы несколько политиков. Я думаю, что это тоже признак, еще раз говорю, я с этого начал. Демократия, она не какая-то абсолютная величина. Она лежит где-то на векторе между анархией и тоталитарным режимом. Вот у нас демократия, она вот где-то вот на этой линии, она вот ближе, может быть, к тоталитарному режиму, потому что тоже есть такая политическая ситуация. Поэтому мы, собственно говоря, и эту дискуссию сегодня ведем. Да. Ну, посмотрим, как все будет складываться. Надеюсь, что газету «Арыс» сегодня никто не закроет. Нет. А в Компартии не действует в этом отношении. Хотя у нас есть и другие проблемы с будущим нашей будущей. Осторожней со сравнениями. Осторожней со сравнениями. Хорошо, хорошо. Это я не тебе. Да. Хорошо. Это я нам. Тогда будем осторожны. На этом закончим. Коллеги, спасибо за это мнение. Напомню, что со мной в студии были директор сайта «Дата-24» Александр Гальцикер и журналист газеты «Вести» Лазарь Данович. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова